Как лечится заболевание щитовидной железы? Познавательное о науке и медицине подготовлено редакцией сайта нетболезни.ру Причиной возникновения гипотириоза и гипертириоза, по мнению врачей, может быть очень малая или очень большая способность тонкого кишечника всасывать йод. Отсюда можно догадаться, что между этими болезнями и режимом питания очень большая связь. Больной кишечник может стать причиной дисбаланса йода в организме. Лечение болезни щитовидки требует также изменений в режиме питания. Очистку кишечника. Поддержку печени. И восстановление нарушенных обменных процессов. Из лекарственных препаратов для лечения йодной недостаточности применяют чаще всего леотиронин, левотироксин, йодид, калия. При лечении теории токсикозов подадут следующие препараты. Плюкокортикориды. Плюкокортикориды. Тереостатики, которые имеют тормозящий эффект на образование гормона в этом эндокринном органе, меркозолол. Иммуномодуляторы и антигистаминные препараты. При лечении узлового и диффузного зоба щитовидки нужно осредоточиться на уменьшении нагрузки на функциональность этого органа. Таким образом, это не создаст дополнительную нагрузку на железу, и она будет работать в нормальном режиме. Основные лекарства для лечения болезней щитовидной железы содержат гормоны щитовидной железы. Триотиронин. Тиреидин. Левотироксин. Антитироидные препараты меркозолил и другие средства, которые содержат йод. Вред йодосодержащий лекарственных препаратов. Плохая сторона этих препаратов в том, что у них есть и побочный эффект на организм. В случае теретоксикоза и шимические болезни сердца сахарного диабета, такие препараты, как триоидитиринин и тиреидин, противопоказаны. Меркозолил в некоторых случаях может стать причиной рейклопении и гранулоцепицепении. Также он противопоказан беременным женщинам и при наличии узлов на щитовидную. Нельзя применять препараты йода во времени беременности. Исключением являются витаминные препараты с содержанием йода и ядированная соль, даже рекомендуется беременным. При болезнях почек, при аллергических болезнях, при новообразовании щитовидной. Как же действует гормональный препарат на щитовидную железу? Потребление гормональных препаратов уменьшает нагрузку этого органа за счет того, что организму мы подаем необходимые гормоны с помощью лекарств. Получается, что эта железа будет работать меньше и замечаются какие-то изменения. Но радоваться все-таки рано. Если не выявлена проблема, из-за чего щитовидная железа пришла в такое состояние, то мы ничего не сделали. В случае, если мы все-таки продолжим принимать гормональный препарат без выявления настоящей причины болезни, то потом будем вынуждены увеличивать дозу. Увеличивая дозу, постепенно пациент может спровоцировать другими проблемами. Уменьшение активности щитовидки до критических параметров, а потом даже атрофию этого органа. Что же делать, потому что при прекращении курса медикаментозных препаратов узли снова начинает расти? Гормональные препараты при заболевании щитовидной железы принимаются лишь в некоторых случаях. Для оценки состояния щитовидки, если нет другой возможности, провести диагностику. Но это мера временная, и препараты принимаются только определенный срок времени. При удаленной щитовидной железы в результате хирургической операции в этом случае уже пациент должен принимать эти препараты всю оставшую жизнь. Также очень важно знать, что прием лекарственных препаратов, содержащих гормональные препараты, ведет к потерям костной массы тела, способствует остеопорозу, и может нарушить работу клеток сердца, увеличивая у пожилых людей риск фибрилляции предсердия, состояние очень близки к состояниям постановки сердца. Побочные эффекты удаления узлов щитовидной железы. Удаляя узлы на этом эндокринном органе, часто и всю щитовидную железу, мы не избавляемся от нагрузки со стороны организма на этот орган. Просто мы избавляемся от одного из эффектов. Этот результат можно сравнить с гриппом. Если мы заболели гриппом и хотим избавиться от температуры, выйдя на холодное место, то, понижая температуру, не только не вылечимся, а можем еще больше пострадать. Удаляя узлы на щитовидке, мы не решим проблему, а через некоторое время появляются другие узлы. Удаляя одну долю щитовидной железы из-за узлов, они потом появятся на другой доле. Методы лечения заболеваний щитовидки Самым важным методом лечения для болезни щитовидной железы является устранение фактора причин и условий, которые провоцируют эту болезнь. Главным образом проблемы с щитовидной железой появляются по причине ихватки йода в организме. Принимая разные пищевые продукты, особенно морские продукты, мы пополняем часть дефицита йода. Для полного предотвращения ихватки йода рекомендуется использовать в пищу поваренную соль, обогащенную йодом. Беременные женщины должны принимать витаминные препараты с содержанием дополнительного количества йода. Другие виды препарата йода применяют только под просмотром врача. Почему это так важно? Да потому что избыток йода может быть таким же опасным, как и его недостаток. Спасибо за внимание. Данный материал подготовлен на основе материала с сайта нетболезни.ру. Это видео предоставлено в информационных целях. Перед использованием любых методов и средств рекомендуется прокрасить и за врачом. Подписывайтесь на наш канал. Спасибо. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok